Танцевальные батлы, диджейские сеты, совместная роспись. В Кировской области выбрали лучших стрит-арт художников при Волжье. На финале свои таланты смогли показать не только сами участники, но и уличные танцоры, диджеи, битбоксеры, баскетболисты. В фестивале «Формар» традиционно участвуют таланты со всех регионов ПФО. Художники пишут свою картину в родном городе и представляют работу на суд жюри и горожан. В качестве полотна выступает фасад многоквартирного дома. В этот раз главной темой фестиваля стал проходящий год педагога и наставника. Ульяновск представил Марат Петров. Работа художника посвящена заслуженному учителю Российской Федерации, почетному гражданину Ульяновска и народному учителю Юрию Латышеву. Также в этом году Юрию Ивановичу Латышеву было посмертно присвоено звание почетного гражданина Ульяновской области. Портрет Юрия Ивановича дополняется образами девочек, где она самостоятельно изучает материал дома в своей комфортной среде, а другая так называемая перевернутая уроком. А победителя и призеров по итогу определили по результатам народного и экспертного голосования. Учитывались голоса, отданные за финалиста земляками, звонки из других регионов, а также мнение о работе профессионального сообщества всего округа. Лидером народного голосования стали Самарская, Кировская и Саратовская области. Работы финалистов также оценивали 80 региональных и 6 федеральных экспертов. По итогу главным победителем стал Дмитрий Горшков из Самарской области. Я думаю, что за признание этого фестиваля говорит цифра больше 100 тысяч человек, которая отражает количество проголосовавших за каждую работу. Понятно, что голосуют эксперты, выражая ту или иную любовь к понравившемуся изображению. Но самое важное то, что голосуют и люди, которые проживают в этом городе, за то изображение, которое в городе остается. Напомню, что финал фестиваля «Формарт» впервые прошел в очном формате. В течение двух дней для художников со всех регионов ПФО была организована образовательная программа с лекциями, дискуссиями и мастер-классами. Фестиваль проводится с 2020 года по инициативе полпреда президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Анна Тищенко, Управда ТВ.